Пришло письмо из Молдовы от Галины Васильевны Вот что она пишет Долго не решалась вам отправить письмо из-за страха Что вы не ответите Я отвечу вот так вот в видео Писать я не буду Страх Вот этот вот страх Вообще можно сказать страшное дело Это уже у человека в его сознании присутствует некий комплекс Который уже начинает испугать, разрушать организм человека То есть все начинается с уровня сознания Почему с уровня сознания? Потому что именно тело, тонкие тела выстраиваются с этого уровня А если уже там начинаются какие-то изъяны То естественно они начинают проецироваться и уже на более плотные тела и плюс на физическое тело Поэтому никакого страха не должно быть Вообще ничего не бойтесь Мы вообще-то вечные Душа-то не убиваема Так и все-таки решилась Без ваших советов и подсказки мне не обойтись Попробую подсказать вам И надо вам написать Особенно ради моей дочери Очень прошу вас ответить мне Пишет вам Галина Мне 63 года Спортивного телосложения Рост 164 Вес 74 Мощная грудь И размер ноги 41 Ни худая, ни толстая Если бы не эти большие параметры Выглядела бы худой Живу одна Значит выглядела бы стройной Никогда вот это слово не употребляйте Употребляя эти слова Приучайтесь к культуре слова Что мы произносим То мы и притягиваем Каждое слово Это энергия Это вибрация Это сила Которая Может к нам притянуть То или иное Занимаюсь уринотерапией с 1998 года Но знаете вот Одной только уринотерапией Невозможно решить Круг оздоровительных И лечебных задач Она тоже имеет Свои плюсы Свои минусы Где она хорошо действует А где она бесполезна У меня есть Все пять ваших тому По уринотерапии Ха! Надо же сказать Пять тому по уринотерапии Я одну книжку написал Человек значит Несколько не понимает Пять книг Целительных сил В том числе В одной из них Есть раздел По уринотерапии Благодаря урине Не знала никогда Что такое простуда И сквозняк Очень нужна ваша помощь Но чтобы вы расшифровали И для меня Что произошло С моим организмом Напишу Коротко по порядку И издалека Вот это правильно Все начинается Издалека А вернее С нашего детства 2013 год Впервые сделала Пять чисток подряд С октября 13 по февраль 14 Впервые Вышла Слизистая ткань Размером Приблизительно 3 см на 5 Толщиной 0,5 см Края ровная Свернута в трубочку Развернешь она Опять сворачивается Хоть сорвать не рвется Но это все-таки слизь После этого У меня перестало печь В скобках Пекло не всегда С левой стороны Кишечника Вот смотрите Это уже может быть Вышло Тело Можно так сказать Плодовое тело Какого-то Гриба Паразита Который Находится Внутри Нашего организма И как только Это все вышло Естественно Там что-то Был в этом районе Непорядок Этот непорядок Восстанавливается И видите Перестало печь То есть Грибки у нас В основном Они В виде таких Медуз В виде таких Слизистых Образований Более-менее Там плотных Находятся в том Или ином отделе Там Кишечника Июнь 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 14-го года Заболела Герпесом Ага В скобках Белела Заднюю стену Домика На даче При сквозняке Герпес Возникает При отсутствии Иммунитета Утверждали Врачи Но какое Может быть Отсутствие Иммунитета Если Я никогда Даже не Шморгаю Спасибо Урины То есть Не сморкается Герпес Вылечила Он не передался От другого человека Но это уже В прошлом Теперь смотрите Заболела Герпесом Герпес Это не такое Уж простое Как бы сказать Зараза Которую так Легко И просто Вывести Из организма Он Просто-напросто Может Уйти Вглубь Организма Уйти В какие-то Ткани Где там Ни антибиотики Ни урина Ни даже керосин Может его даже И не брать И спокойно Пережидать Все эти Так сказать Переперии Лечебно-профилактические А потом При случае чего Опять Возникать Вот поэтому Так просто Знаете Что Сквозняк Это просто был Ну будем говорить Как бы сказать Спровоцировал То что имелось В организме А вот Вылечить Я говорю Не так-то уж Просто Не так-то уж Легко Дело Это такое Кропотливо Я вам все Привожу Пример Дерево Которое Упало в лесу И сгнило И шпалу Которую пропитали Она лежит В земле В сыром Месте И И никак Она не может Сгнить Из-за того Что Она пропитана Криозотом Она пропитана Такими веществами Которых Не может Жить Никакой Грибок Заметим Вот вроде Как герпес Герпес Он может Наделать Массу Таких бед О которых Мы и не подозреваем С октября 2014 года Выполняю 4-5 чисток По апрель Март 15 года Помню Что при последней Чистке Выходила только Жидкость Камней не было Было немного Как бы мелкой Дробной Слизи Хотела дальше Продолжить чистки Чтобы вышла Вся слизь Вот здесь Наверное Надо было остановиться Потому что Я переборщила Это я так думаю Но В принципе Все было сделано Правильно Человек По результату Судил Насколько Прошла Чистка Насколько Ее продолжать Так Дальше Почитаем В мае 2015 года В кавычках Это необходимо Отметить При побелке Водоэмульсионной Краской Использовала Концентрат Красного цвета Причем Взяла больше Нормы В два раза А на бутылочке Было строго Предупреждение Не брать Больше нормы И уже тогда Я подумала Об аллергии Пары При Смешивании Наверное В этом же Мае 2015 года Через недели Две Заболела Аллергия Розовое Высыпание На животе На ягодицах Пятнами Размером От одной До Десяти Копеечную Монету Зуд Поначалу Был легкий Дерматолог Сказал Что это розовый Решай И что Это все таки Аллергия Кушать Фрукты Или что Либо Другой Красного Цвета Не могу Сразу Высыпает Розовые Пятна Я все это Связываю В мыслях С краской Красного Цвета И превышением Нормы Лечусь Все без Изменений Высыпание Уже Как бы Перемещается На другие Части Тела Выписываю Другие Лекарства Строго Соблюдаю Диету И все Без Изменений Делаю Клизмы По собственному Соображению Обязательно Ибо врачи Говорили Что при сильных Высыпаниях Может быть Отек Головного моза То есть Здесь конечно Опять таки Страх Вот когда Имеется страх Он Всю нашу Внутреннюю Энергетику Извращает И уже От одного Этого Физиология Расстраивается Расстраивается Ну все Расстраивается Расстраивается Гормональная Система Расстраивается Нервная Система Спазмы Там возникают Расстраивается Пищеварение И т.д. Т.п. Ни в коем Случа Не надо Пугаться А надо Ситуацию Реагировать На ситуацию Здравомысленно Как в этом Случае Надо действовать А не просто Там Испугался И все Так Теперь смотрите Был Герпес Вроде как Вылечило А после этого Появился Розовый Лишай И все эти Пятна То есть Я вот тут Считаю Что это Как раз Произошла Своеобразная Трансформация Герпеса В Розовый Лишай То есть Все эти Грибки Весь этот Микромир Он может Очень сильно Изменяться Очень сильно Изменяться Приспосабливаться К тем или иным Там Условиям Как в организме Так и в окружающей Среде Его задача Выжить Выжить Любой Значит Это самое Ценой А наша Задача Наша задача Будем говорить Не дать ему Развиваться В нашем Организме Поэтому Все что было Там Перечислено Чистки Да Это все Это хорошо Это действительно Там повлияло Но Оказывается На Микромир Вот это Ничего не действует Просто Не действует Для этого Нужны Противопаразитарные Средства И в частности Тодекан Ну Идем дальше Уже июнь 15-го года Иду к другому Дерматологу Сдаю кров На паразитов И аллерген Оказалось Что у меня Она так написала Токсокара Как это Возможно Токсоплазмоз Токсоплазма Токсокара Что-то Я такого не знаю Есть Аскориды И Хеликобактер Пилори Аллергена Нет Ну Теперь смотрите Становится Более-менее Ясно Наличие Паразитов Наличие Паразитов В крови Я вам Неоднократно Говорил Что мы Допустим Применяем Противопаразитарное Лечение Наиболее Беремся Яро За него В течение Двух Недель Максимум Трех Недель А дальше Как там Рекомендуют Раз в неделю Мы принимаем Большую Дозу Ну смотрите Что получается Это С одной стороны Да Верно Действует Но Я уже говорил Что цикл Аскориды В организме Человека Занимает Девять Месяцев Вы Пролечились Допустим Месяц Ну и что Вы можете Выгнать Взрослых Особей Из Кишечника А все Что касается Личинок Которые Находятся На той Или иной Стадии Развития Они как были Так и есть Мы Толком Ничем И не взяли Значит От Аскорид Аскорид Чтобы полноценно Будем говорить Избавиться Это при условии Что мы опять Ими не заразимся Нам надо Девять месяцев Это конечно Не означает Что мы Все девять месяцев Должны Так Противопаразитарку Фигачить Но Я так думаю Знаете Месячишко Так хорошенько Пропились Далее Можно Месячишко Или два Даже Месячишко Вот Так как Рекомендует Хильда Кларк Значит Раз в неделю Ударную дозу То есть Доза Превышающая Раз в два Обычную Вот Это значит Один месяц Два месяца Так Это три месяца На четвертый Мы Опять Месяц Интенсивно Противопаразитарку Как бы сказать Как положено Каждый день Три раза в день Потом еще Два месяца И наконец-таки Третий раз Повторяем То же самое И потом Желательно Четвертый раз Еще Повторить И далее Использовать Раз в неделю Ударную дозу То есть Это Чтобы Гарантированно Избавиться От Аскоридов Еще разок Повторяю Цикл Развития Аскориды В Организме Человека Девять Месяцев Месячного Курса Приема Там Тройчатки Любой Противопаразитарки Недостаточно Так Читаем Дальше Лечусь У Инфекциониста Излечилась От Паразитов Но Зуд Есть Врач Пишет Аллергический Дерматит И Параллельно Вместо Мази Натираю Тела Упаренной Урины На целый День На даче Пятна Тускнеют Мази Не применяю А на приемы У дерматолога Об этом Молчу А он Говорит Что Идет Дело На улучшение В какой-то Момент Не заметила Как Пятна Исчезли От Еды Появляются Мелкие Высыпания Больше Всего На ногах До Колен Особенно Густо Внизу Ног То есть Если Появляются Какие-то Высыпания Должна Быть Какая-то Какая-то Причина Которая Это все Производит Высыпания Мелкие Высыпания Типа Кровоизлияния Я так понимаю Значит Внутри Имеется Некая Причина И как правило Это будет Тот Или иной Вид Паразита Хотя Опять-таки Вот Вроде как Исчезли Но давайте Заметим Заметим Смотрите Июль Пятнадцатого Года Это значит Лечение У дерматолога Далее Сентябрь Пятнадцатого Года Сентябрь Значит Анализы Крови Сдала Аллергена Нет Паразитов Нет А пятна По телу Местами Все это Время Есть То есть Пятна Сентябрь Три месяца Остальные Шесть месяцев Куда Мы Дели То есть Тут Налицо Просто Непросто Незаконченное Противопаразитарное Лечение Поэтому И зуд Есть Хороший То есть Что там Зудит И Самое Интересное Как бы сказать Важно Заметить Что Иногда Знаете Вот Паразиты Живут В нашем Организме Мы Как-то Особо Не Замечаем Но Живут То есть Они Живут В небольшом Каком-то Количестве Которое Для нашего Организма Ну Будем Говорить Незаметно Но Вот Если В большом Количестве Тогда Да Там Уже Человек Болеет И прочее Но Следующий Момент Можно Сказать Третий А там Бывает И четвертый Пятый И так Далее Что Когда Мы Начинаем На Эти Паразиты Воздействовать Они Начинают Прятаться В разного Рода Ткани Или Видоизменяться И Расселяться По организму Как бы Убегая От Лекарственного Противопаразитарного Воздействия И Попадают В такие Ткани Например Как Кожа В которых Они до этого Не были Там Они Что-то Развиваются Не Развиваются И В результате У нас Возникает Зуд Видите Как Не знаю Что Делать Красный Есть Не Могу Ну И Некоторые Продукты Дают Высыпание Высыпание Особенно Густа До Колен До Колен К врачам Не хочу Идти Так как Море Лекарств Разных Принимало И мази И все Бестолку То есть Человек Уже Прошел Он Имеет Опыт Официального Лечения Которое Показало Что Как бы Сказалось Расписалось В собственном Бессилии Толку Нету Этот Человек Сказал Спросила Зав Лаборатории Могла Аллергия Перейти В нейродермид В скобках Об этом Об этой болезни Начиталось Скорее всего В интернете Кстати И в интернете Меня вы смотрите Галина На моем канале Естественно Но она Ответила Что нет И что Эти высыпания Это что-то Другое И я подумала О печени Ну хорошо О печени Почему Можно Подумать О печени То есть Печень Должна Так Перерабатывать Пищевые Вещества Чтоб Они Для нас Не являлись Аллергенами То есть Здесь Прослеживается Некая Разумность Но Как я вам сказал Шесть месяцев Недолеченных Оскарит И хотя Показывают Анализы Что их Нету Но это Не значит Что Грубо говоря Их вообще То нету Это значит Что они Скорее всего Попрятались И ждут С того часа Когда все Это дело Закончится И они Опять начнут Развиваться Так Октябрь Пятнадцатого Года Повторная Анализа Крови Паразитов Нет Аллергена Нет А высыпание Изуд Есть Высыпание Изуд Есть Ну и что Вот теперь Смотрите Мы можем Так сказать Вот В крови Определяют Какие там Паразиты Ну допустим Личинки Там Листов Есть Или не Есть Есть Какие-то Микропаразиты Типа Токсоплаза И еще Что-то А вот Что касается Герпеса Я думаю Навряд ли Там его Можно Лабораторно Определить В крови То есть Это все-таки Вирус Там Нужен Ого Какой Микроскоп Чтобы все Это Дело Разглядеть Но Тем не менее Тем не менее Вот Что Вызывает Вот этот Зуд Зуд Как правило Вызывает Кожный Зуд Грибковая Инфекция А против Грибковая Инфекция Я уже Забегаю Вперед Говорю Это Хорошо Используют Значит Пропитывание Шпалы И Лучше Всего В этой Нам Поможет Это Тодикам Все Это Время Старалась Лечиться Уже Народными Средствами И Вот После Очередного Результата Анализов Мне Стукнуло Что Это Возможно От Частых Чисток Печени Выходит Шлаки Так Лето Нет Не Так Это Возможно Что Я Переворщилась С чистками Печени Вот Что После Таких Выводов Я делала Клизмы Всегда Но По Состоянию Через День Или Два Раза В неделю Против Паразитов Особенно Герпеса Это В никуда Так Далее Ванны С отваром Лаврового листа Четыре дня Зуд После них Усилился Брусил Их делать Почему Зуд Потому Что Лаврушка Она Снаружи А Герпес Это Внутри То Это Не Так Эффективно Как Бы Хотелось Потом Натирала Тело Мочегоном Из Урины Девочки 9 лет Планировала По Два Часа Ежедневно Первый День Выдержала Зуд Почти Два Часа На Второй День Ожидала Уменьшения Зуда Но Уменьшения Нет Еле Выдержала 50 минут Бросила Процедуру После Двух Дней Приема Вы Спали По Тело Есть Почему Зуд Почему Зуд Что Тут Можно Еще Отметить Что Я Вообще То Связываю Это С наличием Паразитарной Инфекции Грибковой Природы Но Справедливости Следует Отметить Если Человек Часто Использует Разного Рода Средства Такие Как Кризмы Там Как Чистка Вот Чтоб Все это Убысты До печени Он Тем Самым Может Перевозбудить Ветер И В результате Организм Становится Сухим Но Он Будет Сухой Но Не Чесаться Это Это Важно Понимать Одно Дело Высыхает Кожа И Сухая А Другое Дело Начешется Вот Когда Начешется Это Незримо Работают Грибки Так Сказать Подтачивая Так Деготь Натуральный Из аптеки Смазывала Тело 6 дней Подряд На 30-40 минут В квартире Жуть Первые 5 минут Зуда Нет Потом 35 минут Зуд Смывала Деготь Раствором Чистотела Или водой После этого Смазывала Тело Мазью Смолец Прокипячен С корнем Девесила И после этого Опять Зуд Бросила Сила Зуда На 6 день Такая же Как по силе Зуда На 1 день И высыпание Есть И зуд Деготь И зуд Почему Бросила Эту процедуру А вот смотрите А вот тут Можно было бы Знаете Не вводить Тут Знаете Что еще Получается Что Мишанина Различных Мазей Притираний Натирок И так далее Все это Естественно Попало К нам В организм Где-то Стоит в подкожной Жировой Клетчатки Все это Тоже Оказывает Своё Какое-то Действие Если Все эти Мази Ушли Под кожу То Они Тем самым Заблокировали Нормальное питание Кожи Из Внутри Кожным Покровом Не до получения Этого Кожа Тоже Может Сохнуть Но опять Так Я Говорю Я Больше Склоняюсь К Грибковой Инфекции Но тем Не менее Смотрите Куча Различных Мазей Куча Различных Лекарств Куча Всего 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 В организме И Организм Начал Вести Себя Зудит Зудит Непонятно Что С ним Там Такое Делать Значит В данном Случае Надо Использовать Голодание На Талой А то Дистиллированной В воде Регулярненько Раз в недельку От 24 До 36 Часов А то И два Раза В недельку Чтоб Вот это Все И Заодно Заодно Вот тут Возьмем Опыт Поле Брега Мочиться В бутылочку Вот Сегодня Вы Допустим Володаете Уринку Собрали В бутылочку И Поставили И Допустим Через два Через три Посмотрите На Осадок Что Что Там У вас В Урине Что Там У вас В Урине И И И И Вот Этот Осадочек И Начнет Вам Показывать Насколько У вас Загрязнен Действительно Организм Всякими Веществами Которые Ему Абсолютно Не Нужны Но Они Там Есть А Раз Они Есть Значит Начинается Какая-то Непонятка Типа Зуда А потом Естественно Туда Дальше Там Уже Раз Две Недельки И Трое Суточек Поголодать Больше Недельки Не Надо Но Обязательно Чтоб У вас Вот Эти Бутылочки Собирали Урину Не Надо Назад Использовать Ничего Не Надо Вот Просто Чтоб Вы Вначале Все Это Наглядно Увидели Что С Вас Выходит То При Непонятных Случаях Важно Несовать Что-то В организм При этом Не понимая Как она там Работает Вот якобы Она так Работает Но так Лет На самом деле Или Нет А Как говорили Древние Надо Больше Выводить Из Организма Чтобы Он Стал Тем Кем Он Изначально Являет Это Надо Запомнить Оказывается Отказалась Смазать Тело Но После Отвара Трав Кожа Становилась Очень Сухой Поэтому От ежедневного Душа Отказалась Смотрите Что еще То есть Она Смазывала Мазью Смальцем Прокипяченным С корнем Девесила Был Зуд Отказалась Смазывать Тело Но После Отвара Трав Кожа Становилась Очень Сухой Поэтому От ежедневного Душа Отказалась Далее Кожа у нас покрыта защитной, называется так, липидной оболочкой, для того, чтобы она нормально выполняла свои функции. Если человек часто использует различные вот эти вот кремы, часто купается, использует особенно мыло и так далее, то кожа, вот этот липидный слой, жировой слой, он не успевает восстанавливаться. То есть это тоже минус для здоровья кожи. Она становится сухой, она не выполняет свою барьерную функцию, через нее может разная зараза проходить и тоже вызывать вот такие непонятные вещи. То есть налицо чрезмерный страх, который толкает человека на выполнение вот этих всех процедур. Их оказывается такое обилие, что организм просто-напросто не может справиться с этим лечением. Дайте ему отдохнуть. Сделала масло из гусиного жира 100 грамм и плодом сафоры 50 грамм, кипятила 2 часа, после мытья 1 раз в неделю лихтярным мылом, из-за сухой кожи чаще делать не могу, мазалась этой мазью, был жзут. Сил больше нет. Почему постоянно при всех моих процедурах был жзут? Значит вот здесь от всех этих процедур с нанесением чего-либо на кожу надо отказаться использовать только всего лишь на все противопаразитарное лечение. И вот смотрите, если человек будет часто голодать, он тем самым тоже внесет в организм сухость и холод. Но когда вы будете всего лишь навсего голодать вот сутки или тире 36 часов раз в неделю, сухость и холод от голода вызвать, ну будем говорить, трудно. Организм успеет восстановиться. Далее, почему я говорил, что раз примерно в две недельки туда дальше можно уже поголодать трое суток. И организм успеет восстановиться и за трое суток. И наконец-таки, если там 7 дней, раз в три месяца там, он тоже успеет восстановиться. То есть мы не возбудим сухость и холод, то есть при возбуждении ветра в результате голода. Мы с помощью голода добьемся очистительного эффекта, чтобы он выводил. И в то же время, более-менее там обычным питанием и больше ничем, мы будем способствовать тому, что он будет восстанавливаться. А когда мы его загрудим, голод через день, через два, да еще вот эти процедуры, да еще там, еще что-то там, смазывание одной кожи, ну не успевает организм восстанавливаться. То есть мы его искусственно загнали в такие условия, что он уже противится всему этому. И это вот противление он показывает зудом. Не хочу я, не хочу я это делать, в конце концов. А человек из-за страха, ой, а вдруг у меня отек мозга, я могу умереть, надо, 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 надо. Да не бойтесь вы ничего, все придет вовремя. В том числе и смерть. Так, принимала кальций, скоропа яиц, перетерта, прусть лимонный сок. С 15 октября 2015 года по 10 апреля 2016, почти полгода. На паразитов это никакого влияния не оказывает. С апреля 2016 мыло тело, дегтярное мыло, мне нравится, следили некоторое время, набросило кожу после этого. Это мыло очень сухое, зуд есть. Все, дегтярное мыло не использовать, ну не то, значит, не то, понимаете. Вы пересушиваете кожу дегтем. Вот думаем, что там якобы какие-то там, думаю, в коже паразиты, и якобы деготь поможет. Нет, в данном случае просто-напросто вот и сушили кожу, и толку никакого. Пила побольше воды, начинала, начиналась о выведении шлаков, хотя бы 1 литр 200 грамм в день. Но не всегда получалось именно столько. Смотрите, что происходит. Когда человек пьет много воды, но при этом в организме не созданы условия для того, чтобы выводить шлаки. Понимаете, для того, чтобы вывести шлаки, которые засели, засели в разных тканях, я вам рассказывал о такой процедуре, которая называется смягчение организма. Надо, чтобы вот эти вот растворенные, распределенные в разных тканях шлаки оттуда вытянуть и подвести их к органам выделения. Вот это называется смягчением организма. А если это не делается, просто вода, значит, пьется, она никаких там шлаков особо выводить не может. Она, наоборот, создает повышенную нагрузку только на сердце, на почки и все. И плюс еще захватывает там часть минералов, которые нужны для организма, то есть когда выразуется моча. Вот и все, она не обладает таким, как мы думаем, эффектом очищения, вымывания шлаков. Нет. Для того, чтобы вымыть шлаки, надо создать условия. И одним из таких условий является голод. Почему я говорю, когда человек начинает голодать, хотя бы там сутки, хорошо, трое суток там, то создаются как раз вот такие условия, которые пододвигают эти шлаки, выводят их из мест зарегания к органам выделения, в данном случае к почкам. К почкам, там печени, толстому кишечнику, там. А без этого все это питье бесполезно и даже вредно. Раз в неделю смазала тело старое, две недели более выдержанные урины от зуда, на два часа выдержки или на всю ночь. Немного ранее смазала через день, но непродолжительно. Старая урина за счет аммиачного своего запаха, что делает? Сушит кожу. Но что касается воздействия именно на грибковую инфекцию, она не оказывает этого действия. Более того, в некоторых случаях, вот эта микроинфекция, которая может находиться, и находится, если она в крови, в урине, она может расселяться по организму. Вы можете себя заразить. Поэтому тут твердо надо знать, что там у вас есть и как действовать. Иначе можно навести еще и себе вред. То есть, когда человек получил какие-то хорошие, замечательные результаты при лечении простуды, вот здесь урина действительно на коне хорошо действует. Но в других случаях она, понимаете, бесполезна. А в некоторых случаях начинает даже быть вредной. А он думает, раз она там помыла, то и тут поможет. И получается совершенно обратный эффект. Вот что мы читаем. После апреля 2016 года теперь аллергена нет. Решила свой рацион увеличить. По-прежнему ничего копченого, соленого, острого. И все равно появляется высыпание, мелкую крапинку и все. Больше на нах. Но почему? Ведь аллергии нет. Аллергии нет. Дело в том, что в термин аллергии, будем говорить, каждый человек где-то вкладывает свое собственное понимание. Аллергия имеется нечто чужеродное. Чужеродное, что организм хочет из себя выбросить. И при этом он его пытается выбросить как можно скорее, используя наикратчайшие для этого пути выведения. И в данном случае, что у нас про аллергии? Мы чихаем, то есть вот-вот, через чих, через слизь, через слезы, через потоотделение и даже напрямую через кожу в виде высыпания. Все, чтобы это выгнать. Но вот это чужеродное, что это может быть? Это может быть действительно те вещества, которые просто-напросто чужеродные для нас. В смысле, они не перевариваются. Чужеродные, в смысле, это какие-то токсины, которые образовались. Чужеродные, в смысле, это какие-то паразиты, которые у нас есть. Сколько различных, может быть, чужеродных веществ. Поджелудочная болит, да и печень стала побаливать. На тыльной стороне ладони появились коричневые пятнышки. Эти коричневые пятнышки, я знаю, это сигнал о печени. А я бы не сказал, что это сигнал о печени. О печени сигнал чаще всего не на ладонях бывает, а где-то там на лице, на коже, такие вот пигментные пятна. Вот это еще связано с печенью. А если пятнышки на ладонях, это вы копнули только, допустим, какой там, 14-й год. А возможно, вы в детство свое бы копнули бы, был ли у вас лишай. Лишай – это грибковое заболевание, которое уходит внутрь организма. И там потихонечку тоже там тлеет по-своему. Ну, как и герпес, значит. И как бы сказать, ищет, где бы все это, так сказать, применить свои возможности. И это вот как раз из проявлений того, что именно грибковая инфекция, вот она проявляет себя таким образом. То есть не печеночные проблемы, когда, допустим, там на лице бывают, на коже бывают, такие вот пятнышки коричневые. А нечто совершенно иное. И это как раз говорит о боли, больше о том, что это грибковая инфекция там. Вы пишете, что подобное, заняется подобным. Вообще-то сразу, как заболела розовым мешаем, принимала уколы. Лечила паразитов, тоже принимала лекарства. Вот почему у меня и не было мысли о приеме урины. Принимала уколы. Так, ноябрь 16-го решила пить урину. Два дня попила и с ужасом увидела, что высыпания увеличились. И я бросила пить урину. Я же хожу каждый день на работу, я испугалась. Я бы уже сто раз почистила печень, согласно ваших рекомендаций. Но я боюсь, а вдруг будут все обсыпаны. Решила пить урину, но потом, смотрите, высыпания увеличились. Вот это как раз один из феноменов того, что если имеется инфекция бактериальная и грибкового организма, то питье урины способствует только ее расселению, увы. Поэтому, видя такой результат, вот как раз и бросила пить урину. Так, опять засела за ваши книги. Взялась за доши. У меня желчный лист, кожа у меня сухая, как у старухи. Наверное, перевозбужден ветер. И ветер перевозбужден, и грибок имеется. Следуя вашим рекомендациям, воду пьют только теплые. Старайтесь один литр и больше. Старайтесь пить по чувству жажды. Ванны теплые не применяю из-за своей спины. Ага, вот мы уже подходим к другому явлению. Ванны теплые не применяю из-за своей спины. В скобках. У меня крестцово-бедренный радикулит. Дальше посмотрим. Душ один-два раза в неделю. Прочитал в ваших книгах о питании при возбужденном ветре. И стараюсь соблюдать. Хорошо. Смотрите. Я как-то вам уже рассказывал, что грибки, они любят вот такие ткани. Типа, типа, будем говорить. Типа сухожилий. Типа хрящей. Типа даже, будем говорить, костей. На которых вот они начинают, будем говорить, как-то паразитироваться. Размножаться. И плюс в эту ткань разного рода лекарства трудно проникнуть. Поэтому они там себя вольготно чувствуют. Но тем не менее, развиваясь и живя в этой ткани, они начинают ее разрушать. И вот тут-то и начинается крестцово-бедренный радикулит. То есть это самый мощный костяк в организме. Который наиболее предпочтительный для такой заразы, как герпес. Чтобы там что-то, будем говорить, жить и делать. Взяла из-за голодания. Уже дважды голодали по 24 часа. По разу в месяц в дни кадаши. Я бы давно на это решилась, но с моей комплексой стыдно быть совсем худой. Но взяла пятый том голодания. Оказалось, что при ветре голодания проводить нельзя. Я уже вам объяснил, как можно голодать в данном случае. Для того, чтобы не вызывать ветер. Раз в неделю 24-36 часов. Раз в 2-3 недели можно голодать до 3-х суток. И раз примерно в месяца 2-3 можно и 7 суток. И при этом смотреть, что с вас выходит. Наливаете урину в бутылочку и по осадку судите, что там. И еще есть один большой плюс от всех частых чисток. Около года назад у меня был очень зловонный запах урины. Белье сильно пропахивалось. После работы обязаны менять белье. После чисток, что это исчезло, теперь у меня обычный запах урины. Вот, вот мы подошли к таким вещам. Несколько, как бы сказать, интимным для женщин. Но тем не менее, вот здесь заключена большая вещь. Вот такую урину, в которой имеется там запах разного рода разложения, вообще-то использовать нельзя. Можно только упаренную. То есть, вот этот запах, это говорит о том, что идет какой-то процесс разложения в мочеточниках, в мочевом пузыре, возможно, даже вот это все идет в почках. Вот. То есть, мочеполовая система женщины инфицирована. И поэтому такую урину, если мы будем использовать, да, она наоборот, только побыстрее нас заразит. Вот, очень хорошо замечено. И любой запах от половых органов указывает на то, особенно неприятный, естественно, запах, а если еще есть выделение, то и подавно, на то, что мочеполовой аппарат женщины, мужчины, значит, он заражен, он уже не йод, он уже поражен. И надо, так сказать, хорошенько применять разные противопаразитарные средства, которые бы эту проблему решали. Вот. Пока ничего не сказано о тодикампе. То есть, тодикамп, я не хочу сказать, что это панацея, но тем не менее. Запах идет от урины. Это верный признак наличия грибковой или бактериальной инфекции в мочеполовых путях. Заражение, значит, вот этой области, это уже 100%. Естественно, оттуда все это расселяется по всему организму. Плюс, если вы используете урину, это еще быстрее все будет расселяться. И мы как-то удивляемся потом, почему там, наверное, что-то там сдудит и так далее. Не связывая одно с другим. А вы связываете это. И, значит, после чисток все это исчезло, и теперь у меня обычный запах урины. Но это не значит, что мы и от бактериальной инфекции избавились. Она просто притихла. И еще после этих чисток, которые я сделала 4-5 раз подряд, по утрам выходила до 1 литра урины. Где-то недели 2. Теперь уже, как обычно, но часто по утрам выходит до 500 грамм. Начинаю понимать, что у меня был зашлакован организм. Не то слово. Он не просто зашлакован, а он в добавок. Что такое шлаки? Шлаки это своего рода почва для развития паразитарных инфекций. Одно без другого не бывает. Весна 17-го года. Пробала терять тело очень старой урины от зуда. Но сделала все это лишь несколько раз. Облегчения были заметны. А тут лето 17-е и поспела клубника. Лето 17-е. В журнале бабушка прочитала, что мужчина избавился от зуда благодаря клубнике. Он за сезон съел очень много килограммов и зуд исчез. У меня на даче. И я сделала то же самое клубника. Утром, в обед и вечером я натирала себя мочегоном. Целый день на даче ходила натертым мочегоном. Зуд исчез. Попробовала принимать урину и высыпание было немного на ногах. Вот смотрите. Вот это вот интересный участочек. Я уже вам рассказывал, что все мы с вами разные. И зуд может возникать от разного рода причин. У одного инфекция больше, допустим, в кишечнике. У другого она где-то в другом. Она уже, допустим, действительно, как грибковое поражение. Она в районе кожи. У третьего еще там что-то. У пятого, десятого и так далее. Когда применяется средство, ну в данном случае там клубника, да. И он попал туда, куда надо, допустим. Ага, вот это все. Вышла инфекция, которая больше была там, допустим, в кишечнике. Все ему полегчало. А у другого человека, если этого нету, то бесполезно что-либо вот это использовать. Но, тем не менее, отметим. А вот упаренная урина, в котором, которая во время паливания обеззараживалась, там уже нет никакой инфекции. И более того, она, значит, насыщена солями, которые полезны для кожи, зуд исчез. То есть произошла, с одной стороны, как бы сказать, если на коже имелась там инфекция, подавление ее вот этими вот, чистой вот этой вот уриной, обеззараженной кипячением. И плюс подкормка солями организма, которая в ней сконцентрировалась. То есть упаренной до 1,4 урины. Поэтому и такое было приятное действие на кожу. Зуд исчез. А вот попробовали принимать урины, высыпание было немного на ногах. То есть, а в обычной урины по-прежнему еще имеется инфекция. Поэтому она и дает. А вот с 17-го, сделала чистку кишечника. Я обычно добавляю в воду урину. 10 сеансов. И провела лечение от паразитов строчаткой, согласно вашим рекомендациям. А настойку ореха приготовила весной 17-го. Теперь строчатку принимаю раз в неделю. Декабрь 17-го. Зуд позади и высыпание позади. Здесь, значит, 17-го. То есть, что мы видим? Что, наконец-таки, начали применять противопаразитарное средство. Это трочатку. И трочатка как раз и подействовала на то, что вызывало зуд и чесание. Вы чувствуете, какой надо было путь проделать? Как это надо все было осмыслить? Ну, сейчас мы с вами осмыслим. Для того, чтобы понять, что к чему и как делать. А теперь меня беспокоит позвоночник. А, помните, я вам рассказывал, что гербис, вот эта вся эта вот инфекция такая, вирусная, она любит расселяться где-то в костной ткани, в хрящевой ткани. И туда, куда особо не доходят вот эти все эти вещества. Ну, за исключением только керосина, тадикампа. Вон там, эфирные масла, масла. Вот они-то проникают. Вот что надо использовать, то есть компрессики все эти там такие. Беспокоит позвоночник? То есть, вирус, грибок стал жрать костную ткань. Костную, сухожильную ткань. В одной из ваших книг я прошла, что что-то плохое в позвоночнике про возбуждение ветра. Но где, в какой книге, не могу найти. Ветер, ветер это сухость и холод, это боли в позвоночнике возникают от сухости и холода. Да, могло и это быть. По утрам стараюсь делать зарядку. В один из дней, а у меня давний осихон рост и позвоночник на рентген снимках весь белый. Не знаю, как это понять, весь белый. При выполнении маха в стороны, руками, правой, ли, у меня вдруг прохрустили все позвонки. Один относительно другого, от шеи, чуть ли не до талии, я испугалась. То есть, вот это говорит о том, что организм пересушен. Вот тут-то его надо и напитывать влагой. Как напитывать влагой? Значит, здесь пойдут выпивания, желательно талой воды, свежевыжатых соков. Ну вот, вот такой раз. Это смазывание всего тела оливковым маслом. Естественно, соответствующая еда. Частые ванны. Вот в ванной можно просто сесть, прогреваться, но не использовать никакие шампуни. Встали и пусть просыхает тело, а не вытирайте его. Я вспомнила белый снимок позвоночника и вашу отрицательную фразу «Позвоночники приветы». Через пару недель просквозилась спина, у меня начались адские боли. Асихондроз с корешковым синдромом. Лечилась месяц. То болит позвоночник от шеи до основания лопаток. Если это не болит, то отдает боль в плечо или в руку. Так они и чередуются. После месяца лечения эти боли уже значительно реже, но позвоночник болел иногда где-то еще месяц от шеи до основания лопаток. Мази испробовала много. Не надо мази испробовать. Опять произошла ковка организма вот этими мазями. И вдобавок от этих мазей, вот вроде не разоглили, вроде это. Они же там остаются потом. И возникает, будем говорить, вот нарушение питания в этой области. То есть вот все эти шлаки от мази уже начинают оставаться. После некоторых сразу как намажешь, печет и болит позвоночник указанной зоной. Поэтому и меняло их. Воспаление прошло. Каждое утро делаю зарядку и любые махи руками вызывают похрустывание позвоночника от шеи до основания лопаток. Меня это пугает. Да не пугайте. В каком-то вашем томе было написано отрицательное влияние ветра на позвоночник. Не могу найти это описание в вашей книге. Подскажите, в каком разделе вдруг у меня позвонки трутся и стираются. Подскажите. Да не трутся, они не истираются. То есть чтобы они истерлись, там надо довольно-таки многое сделать. Но то, что у вас недостаточно вот этой вот жидкости в суставных сумках, это уже да. И кстати, опять-таки, что здесь надо использовать и почему сохнет тело. Сушить тело может грибок. Грибку для своего развития в организме требуется вода. И он ее высасывает. То есть мы вроде бы пьем, думаем, мы тело питаем. А грибок всю эту воду использует для своего собственного питания. Вот тут противопаразитарочка. И плюс голодание. Голодание нечастое, чтобы вот так ветер возбудить. А вот такие. Раз в недельку. Как я уже перейти. Так, ответьте, пожалуйста, на мои вопросы. После моего сыпания у меня выходили шлаки. Я думаю, это были паразиты. Если помогать организму, шлаки выйдут все сами. И как долго это будет помогать организму. Если вы будете голодать, шлаки будут, конечно, выходить быстро. Особенно на дистиллированной воде. Я думаю, где-то примерно за год можно, при этом голодая всего лишь раз в недельку, можно 24 часа-36, чтобы можно очень здорово очистить себя от шлаков. Третье. При шлаках, даже не принимая копченого, острого и так далее, всегда при приеме пищи появляется высыпание. Так высыпание появляется не от копченого и острого, а это своего рода проявление паразитарной инфекции. Высыпание. Почему был зуд? Я думаю, от того, что вот как раз грибок, как раз вот этот герпес, и распространялся по вашему организму, и вызывал зуд. Так, ваша рекомендация при чистке шлаков, это чистка кишечника и печени. Если бы я не чистилась так часто, может быть, и не пошли бы шлаки. Чистка кишечника и печени ведут к тому, что они расшлаковывают, как бы сказать, основные звенья выделительной системы, кишечник и печень. Но у нас-то шлаки растворены практически в каждой клетке. Вот вывести вот эти-то шлаки, это совершенно иное дело. То есть мы сначала подготовим пути выхода шлаков через печень, чтобы они хорошенько, она работала, отбиралась, сепаратировала их через почки и через кишечник. То есть вот очищаются сперва вот эти вот, а потом далее применяется голодание, применяется, допустим, парная, применяется, допустим, можно использовать ту же мокрую рубаху для капитальной расшлаковки организма. И плюс, естественно, питание. Если питание мы не изменяем, то, что вышло, мы опять набросаем. Так, есть ли в России центр лечения урина или голодание? Подскажите. Голодание мы есть где-то там в Майкопе, есть в Сибае клиника голодания, есть в Ростове клиника голодания. То есть с этим нет проблем. В интернет выходите и находите. Как быть сухой кожей? Она у меня до сих пор сухая, смазывает тело кремами. Не смазывайте тело кремами, а гоняйте паразитов. Это следствие того, что с одной стороны имеется грибница в организме, с другой стороны это то, что вы пересушили тело разного рода вот этими процедурами. И смотрите, опять-таки, смазываю кремами. И крема, уйдя под кожу, нарушает питание той же кожи из глубины организма на периферию, то есть на кожу. Крем-то вроде бы тут смягчил, хоп, вошел, там какая-то осталась. И через это, будем говорить, уже между кожей и организмом, прослойку, которую вызывает крем, уже не такое питание, когда его там нету вообще. Читала натираниях тело лековым маслом, пробовала. Но до 20 часов можно вытерпеть, потому что не знаешь, как присесть и едет. Вы, значит, натираете так, чтобы чрезмерно масла не было. Как правило, сухую кожу, оно очень хорошо впитывается. Первый раз, второй раз, на третий уже похуже впитывается, да. На четвертый оно может вообще не впитаться. Значит, раз, два, три смазали, подождая. Дня через три-четыре, ага, посмотрите, повторили. И так вы выработаете интервалы, через которые можно смазать. Ну, это в основном для того, чтобы вывести сухость и холод из организма. А хотелось бы на всю ночь, но масло полностью не впитывается. Расскажите, как это делали вы. Я это делал примерно часа до два до сна. Я сначала натирался маслом, походил, допустим, там как-то полчасика, потом шел в душ и без мыла смывал. Теплая вода была, смывал, что там у меня лишнее. И потом просто полотенцем промыкал. И далее все, кожа чистенькая, нормально, ложился спать. Прошу вашего совета по позвоночнику с этим хрустом. Сейчас 19-й год, прочитал в ваших книг, что проросшая пшеница унитает ветер, употребляла некоторое время, потом неплановый перерыв, сейчас опять принимаю проросшую пшеницу. Значит, смотрите мою целебную кулинарию, как используют проросшую пшеницу. Уж там, вы можете ее использовать очень-очень эффективно, и причем получается блюдо вкусное и невероятно полезное. Так, что касается позвоночника, вот попробуйте по позвоночнику сделать имбирный компресс. Для этого вы берете или хлопчатобумажную ткань и вот так ее как бы выстилайте, чтобы она у вас как раз от шеи до самого копчика так примерно была. Вот. Высыпаете, значит, полосочку сушеного, толченого порошка имбиря, замотаете его, чтобы он не рассыпался, и слегка смочите теплой водой. Теплой водой смочили, растелили, и вот аккуратненько целлофан подселите. Далее растелили на этот целлофан, намоченный в теплой воде, вот эту вот ленту с имбирем внутри, которую вы, как бы сказать, смочили теплой водой, ну, можно там слегка ее там отжать, ее сильно не надо вообще мочить, ну, это в процессе, думаю, процедуры, вы уже поймете, насколько ее надо смочить, чтобы она была влажной, чтобы смочился имбирь и начал работать. Так вот, в эту полоску смочили, положили, да, отжал, и аккуратненько на нее так ложитесь, чтобы у вас как раз на нее лег позвоночник веса. Все, накрылись одеяльцем, и лежите, чтобы у вас все это плотненько к вам прилегло. Что должно быть? Должен начаться прогрев позвоночника. Естественно, не лежите до тех пор, чтобы у вас был возник ожог, а, допустим, полежите 5, 10, 15 минут, после там в теплой водичке там смойте. Попробуйте, то есть должен возник прогрев позвоночника, в результате этого улучшается кровообращение, улучшается питание позвонков, и сам по себе вот этот имбирный дух, он, естественно, травит разного рода микропаразитов, обитающих в этой области. У моей дочери бульгарная пузырчатка. В ваших книгах было написано буквально два предложения об этой болезни. Подскажите, чем можно помочь? Дочь принимает преднизолон всегда. Ей 42 года, болеет 6 лет, полнота. Вот, а когда она принимает много таблеток, появляется лунное лицо, а дочь такая еще молодая. Вульгарная пузырчатка. Вот смотри, если у матери была какая-то инфекция, да тот же герпес, допустим, или еще что-то там такое, то вся эта ерунда, вся эта микрофлора может в той или иной степени передаваться, естественно, и ребенку. Поэтому, что тут надо делать? Не преднизолон принимать, а проходить курс противопаразитарного лечения. Это так мягко еще сказано, да? Пузырчатка. Что дует эти пузыри, будем так говорить, на коже? Что дует? Естественно, какого-то рода инфекция, которая имеется в организме и ведет к тому, что она там размножается, и организм как-то пытается от нее защититься, там образует пузыри или еще что-то. Так, болели седалищные кости, работала сидя, сейчас не работаю совсем. Боли на какое-то время прошли, что это? Возбужден ветер, сейчас с 5 июня 2018 года я уже не работаю на пенсии. Часто сижу у компьютера и возникают опять боли седалищные. Боли седалищные возникают из-за того, что я уже указывал, это может быть и вирус герпеса начинает разрушать нервные волокна, и из-за того, что от пересыхания организма у нас мышцы начинают сжиматься, вот эти вот мышцы, большая там ягодица, малая ягодичная, там много этих мышц, и зажимает нерв, они его сдавливают, от этого начинает возникать боли. Кружка на человеке еще дополнительно сидит, он еще придавливает его, понимаете? То есть одно дело сухость сжимает, а другое дело еще ты добавляешь собственной тяжести, и это все проявляется. А когда походишь, вроде бы боли уменьшаются. Возьмите это на заметку. Одно дело принимать противопаразитарное лечение, второе, регулярно, ну, будем говорить, разминать эти мышцы. Лучше всего это обыкновенная ходьба, растяжки там. Ну вот, я лично использую ходьбу. Сейчас я сломала руку, ай, пью кальций, не комет, мумио, витамины, супрацин. После лекарств урину пить нельзя, а после витаминов можно. После лекарств и современных витаминов лучше урину не применять. Тем более, насколько я понимаю, она у вас еще инфицированная вирусом герпеса. Не надо это делать. Значит, у меня есть целебная кулинария, чем питаться для того, чтобы кости сращивались лучше всего. И, в частности, витаминная добавка от меня. Это проросшая пшеница, в которой, помимо витаминов натуральных, всех витаминов, которые нужны для организма человека, и причем в таком наиболее активном виде, есть еще фактор роста, который способствует сращиванию. Рост сращивания. Видите, корни, как слово, подходят. Костей. Будете это использовать. Делать, допустим, стакан кефира, столовая ложечка творога, столовая ложечка проросшей пшеницы, можете там, допустим, столовую ложечку меда. Все это перемололи, и получится прекрасный напиток, который нужен для того, чтобы ваши кости быстренько срослись. Так, прошу вас найти время и ответить мне. Буду вам очень благодарна. Вот я нашел время и ответил. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!